Недельная глава «Бойцы». Прошлая глава закончилась, как Ривка узнала, что Исов хочет убить своего брата Якова. Так она ему сказала, убегай к моему брату Лавану в Харан. И она сказала об этом Яцхаку, чтобы Яков пошел жениться. И Яцхак посылает Якова в Харан жениться. Яков вышел из Бершава и пошел в Харан. Есть интересный комментарий в Бейсалеве. Мама же сказала, уходи, убегай. Папа сказал, иди в Харан женись. Яков вышел из Бершава, он выполнил митву. То, что мама ему сказала. Пошел в Харан, то, что папа сказал. Ваив Габамокима встретил то место, то есть место, в котором в будущем будет построен храм. Гору Мория. Ваёган Шом переночевал там. Киву Ашемеш, потому что солнце зашло. Ваиках взял Миявный Амоким из камней того места. Ваёсэ Мерашейсов положил у изголовья. Ваишка вон, лог вамоким ауфтом миссия. Поехали. Имусницца. Ваинесуло муцов арцо. Лесницца стоит на земле. Ваерей шеи мегиа шумойма. Авершина лесницца дахует до неба. Ваинэй марахия рэхим. Ивот ангиры бога. Олимбо-юрдымбо. Поднимаются и спускаются по нему. По лестнице. Что это за видение и что показали тут Якову? Разные мнения. Пиркер Дреблезер говорит об этом, что Якову показали будущее его потомков еврейского народа. Вы знаете, что Даниилу показали в видении, как будут четыре царства, которые будут властвовать над еврейским народом. Вавилон, Персия, Мидия, Греция, Яван и Эдом. Так Пиркер Дреблезер говорит так, Яков видит, ангел Вавилона поднимается по лестнице 70 ступенек и спускается. Это означает, что Вавилон будет править, властвовать над еврейским народом 70 лет. Спустился, хорошо. После него ангел Персии поднимается 52 ступеньки и спускается. Ангел Греции поднимается. Значит, что Персия будет властвовать 52 года над еврейским народом. Затем поднимается ангел Явана Греции 180 лет. Вы знаете, что под Игом Греции была беда, преследование еврейства. И восстание Хосманеев. Так это, власть Греции над еврейским народом длилась 180 лет. Поднял, ангел Греции поднялся 180 ступенек, спустился. Потом ангел Эдома поднимается, поднимается, поднимается и поднимается. И не спускается. Ну, сейчас мы можем сказать, что он поднялся больше 2000 ступенек. То есть, как его показали будущее еврейского народа, его потомков. Ва-йомар сказал, они один, я Бог, элегей Авраамовиха, Бог твоего отца Авраама. И Бог Ицхока. Орец та земля. А шеато шейхейбо лео, ше ты лежишь на ней, лихоэт нено узарехо. Тебе я отдам и твоему потомству. Земля Израиля, я отдам твоему потомству. Бо-йо зарахо кафар орец. Твое потомство будет, как пыль земли. Интересно. В Торе в нескольких местах пишутся разные сравнения о множестве еврейского народа. Тут, как пыль земли. А в другом месте написано, как звезды на небе. И написано, как песок, который у берега моря. Это песок многочисленный, пыль земли многочисленная, звезд тоже много. Почему такие разные сравнения? Клей Акар говорит на это так. Тут речь говорится не только о количественном сравнении, но и о качественном. Есть эпохи, в которых евреи, как звезды на небе, в свете другим и недосягаемым. Есть эпохи, хуже, они как песок у берега моря. Волны хынут, хынут и пытаются залить песок, захватить, но отходят. Неевреи пытаются делать евреям неприятности, но есть какие-то неприятности, за это отходят. А как пыль земли, это сравнение самое тяжелое, как пыль земли, по которой топчет. Но есть правило. Тот, кто топчет по земле, в конце концов умирает и находится под ней. Так тут сравнение не более тяжелое. Как пыль земли. Я думаю, эту фразу можно понять в двух смыслах одновременно. Ведь еврейский народ тоже называется Яков. Это Бог говорит, я с тобой с Яковом, и я с тобой с еврейским народом. Ушмартихо бехига шотыгах. Я буду тебя беречь повсюду, где ты пойдешь. Это про Якова лично и про еврейский народ. Я буду беречь тебя, куда ты пойдешь. Ваши висихо, я тебе верну, и я дома здесь, в эту землю. Кире зовхо, потому что я тебя не оставлю. Адашеримосиси, пока я сделаю, и сашадибартихо, что я говорил про тебя. Яков проснулся своего сна. Ваимар сказал, ой, охань ешадиной бамокимазе. Есть Бог в этом месте. Ванехир и ядоти. Ванехир и ядоти, я не знал. Если я бы знал, я бы здесь не пошел спать. Если я знал, что такое святое место. Он не знал, где это. Когда Ваир испугался, Ваимар сказал, Манейро хамокимазе. Как страшно это место. Эйнзе это не только ли. Киим бейсел и гим дом Бога. Везе шар хашумуим. Это ворота неба. Что значит ворота неба? Как входит через ворота? Это место, через которое молитва входит лучше. То есть это было место, на котором в будущем будет построен храм. Был построен храм. Интересно. Ведь Якову показали такое удивительное видение. И такие великие обещания. А Яков говорит, если я бы знал, я бы в таком святом месте не пошел бы спать. Ему уже показали такие великие видения и такие великие обещания. Нет, Яков говорит, как человек должен себя вести. То, что было и как произошло, это расчеты Бога. Если бы я знал, что это святое место такое, я бы тут не пошел спать. А что было бы, где бы Бог мне показал такие видения и обещания, это расчеты Бога. Я бы со своей стороны тут бы в таком святом месте не пошел бы спать. Ваяшкен Яков Бабыкя. Встал Яков рано утром. Ваяшкен Яков взял камень шоссом и расчетов. Положил из головы. Ваяшкен Яков Бабыкя. Поставил ее. Мацебу это... Раша считает, что Мацебу это жертвовник из одного камня. Ваяшкен Аурейшо. Полил масло на ее верхушку. Ваикро назвало Чейма Мокимау, имя того места Бейсио, в Уламно. Гус Шейма Ирго Ришейна. Гус название того города раньше. Ваидар Яков недаргыма. Яков взял на себя обед. Яков же был в беде. Так он взял на себя обед. Он в беде. Он уходит из дома отца. Он в опасностях. И от Равана, и от Исава. Так он взял на себя обед. Имя Еле, имя Моди. Если Бог будет со мной. Ушмораньи бадерах, азе, ашионихи эйлэх. Будет меня оберегать. В этой дороге, которой я иду. Опасной дороге. Выносан ли лехем лехел. Даст мне хлеб, чтобы есть. Увегет любишь. И одежду, чтобы одевать. Странное выражение. А для чего нужен хлеб? Чтобы есть. А для чего одежда? Чтобы одевать. Яков говорит, я прошу только минимум. Хлеб, чтобы есть. Не то, чтобы осталось. И заботиться много о завтра, послезавтра. Хлеб, чтобы есть. Одежду. Одну одежду, чтобы одеть. Я вернусь с миром в дом моего отца. Раша говорит, Бог будет мне Богом. Это значит, что все мои дети пойдут по моему пути. Тогда, что я сделал его как камень, как жертвенником. И будет дом Бога. Все, что ты мне дашь, я делю десятину во имя тебя. Ну, вы знаете, еврейском народе. Тут написано, Яков говорил, что надо делить десятину во имя Бога. Еврейскому народу принято давать десятую часть заработка на помощь нуждающимся, помощь бедным, на поддержку изучения Торы. Хофисхайм говорит интересно, что есть два человека, которые дают на добрые цели ту же сумму, в конце концов. Но один дает, как говорится, по настроению, по времени, а другой есть у него линия. Он всегда отделяет десятую часть. Так кто-то постоянно, как правило, отделяет. Разумеется, Хофисхайм также говорит, пишет, чтобы человек не брал на себя это, как обед, чтобы это было блинное, без обеда. Но он говорит, что этого человека митцва более высокого уровня. И его парноса, работа, имеет более лучшее положение. Почему? Тут получается, что у Бога есть доля в том, что он зарабатывает изначально. Как Хофисхайм пишет, воисты, яки, врагов. Понес, Яков поднял свои ноги. То есть ноги его понесли после этого обещания Бога. Воилах пошел, арцов, наикеда, в землю, сыновей востока. Метраж говорит, что Яков сказал, что он идет сам. И, между прочим, он идет и без денег в кармане. И он идет в дом Лавана, жениться. А в доме Лавана деньги занимали очень центральное место. Так Метраж говорит, Яков говорит про себя. Подниму глаза к горам. Откуда придет моя помощь? И ответ там. Моя помощь от Бога, который делает небо и землю. Сейчас вы увидите, как Бог послал Якову удачу в дороге. Вояру видел, в ней в Эрбасаде, колодец в поле. В ней шомшхейшу ядрецень. И там три стада. Мелкого скотара, ивцы могли лежать на ней. Киминабээйрагаги. И потому, что из этого колодца Яшку-гоадурим. Напаивает стада. Воевен гдейло аупи-аби-эр. А камень большой у отверстия колодца. Вода эта была... Дорогая вещь была. Да и сейчас тоже. Так там они закрывали этот камень. В Энээсфу шома холла адурим. Собирались туда все стада. В Эголуэсуэвен откатывали камень. Мияупи-я-бээр. От отверстия колодца. В Ишкуэсэнце напаивали скот. Цон на рашонокодыш. Это и овцы, и козы вместе. В Эголуэсуэвен возвращают камень. Аупи-я-бээр. К отверстию колодца. Римкомак. Суи уместа. В Эголуэм яков. Говорит им яков. Ахайи. Братцы. Мияйнатэм. Откуда бы? В Эголуэм рассказали. Михорона анокно. Мий сахарана. В Эголуэм сказал им. А ядатэмэс хаван бэнахор. Вы знаете хавана сына нахора? В Эголуэм рассказали ядану. Знаем. В Эголуэм сказал им. А шо вы могли? Мир ли у него? В Эголуэм рассказали шо? Мир. Ты хочешь знать более подробно? В Эйнейрахэл битэй. Вот Рахэль его дочка. Бо ойм Ацэйм приходится с котом. В Эймар. Интересно. Яков. Тут идет им советовать. Ну, ему он увидел как-то поведение странное. Эйнейдаем году. Ведь день еще большой. Гэйэйси осы ва михне. Не время собирать скот. Ашку ацэйн. Напоите скот. Ухуру идите пасите. Что вы тут собрались не пасете. В Эймаруэм сказали. Гэйнухау мы не можем. Адашэййо свукова адорим. Соберутся все стада. В голову эсээпен. Откатят камень. Мяупи Абэээр. От отверстия колодца. Вышки нацэй. Напоим скот. Эйдэну мэдабер имам. Он еще говорит с ними. Вэрохэл бо. То есть. Они бы сказали, что три пастуха недостаточно. Должны собраться все. Все стада. И соответственно все пастухи. Тогда мы сможем откатиться. А три пастуха недостаточно. Камень. Очень тяжелый. Эйдэну мэдабер имам. Он еще с ними говорит. Вэрохэл боо. Вэрохэл пришла. Им отцы нашел авиаса. С котом, который ее отца. Кироя. Она пастушка. То есть она постоянно пасла. Тогда у Иоанна еще сыновей не было. Так он послал дочку Рахэл пасти. И видите, Бог показывает Якову, как он ему помогает. Три пастуха здоровые. Находятся у пастбища. Не могут откатиться. А Яков с дороги устал. И с легкостью сейчас откатится. Видите, когда Бог хочет, он помогает. Мои было кашэро Яков. Когда Яков увидел эсрохэл бас лаван дочка Лавана Ахиимо. Брат его мамы. Вэс цинь лаван Ахиимо. И скот Лавана, брат его мамы. Ваигаш Яков. Подошел Яков. Ваегал откатил с легкостью. Это эвен камень мяу пи Абээр. От отверстия колодца. Вояшку напоил эсцинь лаван. Скот Лавана Ахиимо. Брат его мамы. То есть, тут подчеркивается несколько раз брата мамы. То есть, это родство. Родственник. А он был его дядя. Брат мамы. Мои шаг Якиевлы Рохэл. Поцеловал Яков Рохэл. Мои сэс Кейлы поднял свой голос. Мои эвки расплакался. Одно из объяснений, почему он расплакался. Что он пришел с голыми руками. А как это он пришел с голыми руками? Есть, сколько бедным не был. Почему ему не дали в дорогу что-то? Так, Медраж нам рассказывает, что Ривка дала ему какие-то варианты в дорогу. Но по дороге его встретил Элифас, сын Эйсава. Там в Медраше не написано точно беседа, запись беседы Якова с Элифасом. Но я ее перескажу, как выходит из текста Медраша. Добрый день, дядя Яков. Добрый день, племянник Элифас. Ты знаешь, папа меня послал тебя убить. Говорит, но убивать ведь нельзя. Так, говорит, но папа меня послал. Как можно не выполнить то, что папа говорит? Яков ему говорит, знаешь что? Бедный, он как мертвый. Я тебе даю эти бриллианты. Ты выполнил приказ папы и меня оставил в живых. И Медраж продолжает. Потому что Элифас все-таки воспитывался в лоне своего дедушки Исхака. Поэтому он не убил Якова. Скажите, Исхак обучал только тому, что нельзя убивать. Ну а грабить там можно? Видите, человек учится, что-то он учится. Как минимум. Он учился одно, все-таки не убивать. Но вопрос, который можно задать. Скажите, а потому что папа сказал, можно убивать? Я слышал о товарищах, очень интересный комментарий на это. В Торе есть разные заповеди. И в самой Торе есть ясные указания, когда встречаются на узкой дороге две заповеди. И какая-то из них должна уступить. Какая должна уступить? В Томуде разбирается много подобных случаев. Ну и понятно, что если папа говорит убивать, папа слушать не надо. И это кажется обычным человеческим разумом, мы тоже понимаем. А как это Иса, у Элифаза, так голова работала, что если папа сказал, как можно не убить. Пока Яков нашел выход, можно выполнить и то, и это. Как говорят, и овцы сыты, и волки сыты, и овцы целы. А так он хотел убить. Как это? Смотрите, надо же понять. У Якова, у Исааа, он другие заповеди не выполнял. А вот почитание родителей выполнял на высочайшем уровне. Так воспитание в Доме Исаа шло тоже по такой линии. То, что папа говорит, это свято. А другое, понятно, грабить не надо, убивать нельзя. Но это, как говорится, этим можно иногда и поступиться. А вот то, что папа говорит, это точно надо делать. Но это показывает, дает нам урок. Когда одну заповедь ставит выше других, вне рамок Торы. Смотрите, у Торы есть свои определения. Есть заповеди, которые имеют особое положение выше других. Как Тора сама установила. Пример, как заповедь изучения Торы, которая дает нам силу для выполнения всех других заповедей. У нее особое положение. Заповедь, субботы, особое положение и так далее. Но тоже все в рамках, как Тора поставила. Но если человек по своему настроению ставит одну заповедь выше других, это ненормально. Это, знаете, на что похоже? Как в организме человека есть разные органы. Как будет, если один орган будет расти за счет других? Это для нормального здоровья, это плохо. Каждая митцва имеет свое место в организме Тора. То место, которое Тора ей дала. Суббота. Майора Секроса бежал навстречу в Айхабе к ней, обнял в Айнашеку, поцеловал, вы убейся. Привел его в дом. Айсапел Логовн сообщил, рассказал Логовну, и сказал, что он просто должен был убежать. Вае имя Роговн. Сказал ему Логовн. Ах, асмюфсория, Ото, ты моя кость и мясо. Ты мой родственник. Вае живым, я хейда шьем. Он жил с ним месяц. Вы думаете, он ничего не делал? Нет. Сейчас из следующего предложения мы услышим, что Яков в это время паскот. Мое имя Логовн. Логовн сказал Якову. Ахи, охи, ато. Ты мой брат. Ва-ва-та-не-хино. Ты будешь у меня работать бесплатно. Хагидоли, мама скортехо. Сообщи мне, какая твоя плата. Я не хочу, что я работал бесплатно. Слышаться очень странно. Логовн, как мы увидим дальше, был очень... гнался за деньгами. И особой интеллигенции, чтобы ему не работали бесплатно, он... Папа зацел на это говорил так. Ты мой брат. Он говорил, в России были люди, которые работали на работах, у которых была низкая зарплата. Но они из-за этого могли воровать без озрения совести на работе. Им же почти не платят. Он говорит, ты мой брат, человек из моей породы, будешь работать бесплатно? Ты же, может быть, будешь воровать со стороны иди-зна-и-сколько, без озрения совести. Лучше скажи мне, какая зарплата, и тогда ты не будешь у меня ни копейки воровать. Мне это выгодно. У Ловон Штейфонес, у Ловона были две дочки. Шимакдей Лория, имя старший Лория, в Шимактану Роху, имя младший Рахель. В Эйне Лория Ракес. Глаза Лория были мягкие, нежные. В Рохе ойсо, Роха убила, и фастер, красивой формы, и фастмары, красивого вида. Рашель говорит, тоар, это форма тела, а мара цвет. Мои, Яков, это Роху. Яков полюбил Роху, Майомер сказал, Водхо, я тебе буду работать, шевашоним, семь лет, брохо убитху октану. Рохо, твоя дочка младшая. Яков говорит тут, что-то очень подробно. Но, Яков знал и слышал, что Лаван обманщик, так он хотел себя оградить от любого обмана. Он скажет Роху. В чем был обман? Он хотел, он по ним слышал, что он хочет ему дать старшую сестру вместо младшей. Ну, он же может переименовать, правильно? Так он говорит, во-первых, он скажет Роху. Ну, он еще найдет какую-то девочку Роху где-то на улице у соседей. Он сказал, Битхо, твою дочку. Хорошо. Он может переименовать. Он говорит, Актану младшая. В еврейском народе обычно, когда говорят, купцы мира с собой говорили, я говорю с собой самым четким языком. Знаете, как говорили? Я с тобой говорю, Бероху, Битхо, Актану. То есть, самым четким языком, который только может быть. Как Яков говорил с Лаваном. Ва ей мя лоба. Сказал Лаван, Ты втите эй селох, лучше я ее дам тебе. Метите эй селый шахер, чем дать другому человеку. Швуй ему дай, сиди со мной. Ответ Лавана не понятен. Почему он так? Так отвечает, лучше дать тебе, чем дать кому-то другому. Почему он не говорит, да, я согласен. Просто и прямо. Лаван готовился к обману, которому уже сказали, дать ему старшую дочку вместо младшей. Но как это он может сделать? Ведь Яков сказал, ясно и четко, Роху твоя дочка младшая. Поэтому он ему ответил так, укончила, я лучше дам ее тебе, чем дам ее другому человеку. Он не сказал да. Последствия он ему даст такие старшие. А когда Яков придет с претензией, что это такое, я же работал у тебя за Роху, почему ты меня обманул? Что Лаван ответил? В нашем месте не ведется так выдавать старшую, младшую перед старшей. Непонятно. Человек придет в магазин и платит деньги. А ему скажут, у нас так не принято. Не понимаю. Я договорился за деньги. Плачу так. То, что договорились, давай мне. А? Лаван ему тогда сказал, я тебе Роху никогда не обещал. Я тебе сказал только одно. Ты у меня первый, стоишь первый в очереди. Лучше дам тебе, чем кому-то другому. Но послушай, дорогой, очередь еще не пришла. У нас же не ведется выдавать младшую перед старшей. Когда придет очередь, ты первый. Я выполняю мое слово. Но наши эти правила поведения не выдают. Мы знаем, как себя вести. Мы ведем себя интеллигентно. Ты не знаешь, как себя вести. У нас не выдают младшую перед старшей. Хотите послушать историю, как рассказывают? В каком-то месте был богач. Был богач в городе. Но он был скупой. Люди, которые собирали на бедных, к нему пришли. Да, есть много нуждающихся, помоги. Он говорит, послушай, у меня есть брат, у которого есть дочки на выданье, и он в нелегком положении. Ну, люди эти поняли, что, конечно, он помогает брату. И поэтому помогать всему обществу. Он мне в данный момент не хочет. Хорошо. Через час приходит к этим людям брат с просьбой, помогите, помогите мне, я очень нуждаюсь. Они ему говорят, дорогой, ведь у тебя есть брат, который, как мы поняли, тебе очень помогает. Брат? Я у него ни копейки, ни гроша не вижу от него. Он у него гроша мне не дает. Ну, они подошли еще раз к его брату, богачу. Что такое, говорит, ты нам сказал про брата, а он говорит, что он тебя ни копейки не получает. Вы, говорит, вы меня не поняли. Есть моему брату, который так нуждается, я не даю, вам я дам. Яков работал за Рохов семь лет, воюю войну были в его глазах йоми махотием, как несколько дней, бабоса и иса, что он ее любил так. Закончили семь лет, во имя Ряки Вилов, сказал Яков Кравану, «Говы осыщи, дай мне мою жену, кимову, ё-май, наполнились мои дни. Виловы, я приду к ним. Наполнились мои дни, можно сказать, дни работы, и можно сказать, наполнились мои дни, я уже не такой молодой». Во если в Ловене сказал Анчи Амокин, Ловен собрал всех людей того места, во я смешно сделал пир, во его эра, был вечер, во я, как раз, взял ее свою дочку, во его эра, привел ее к нему, во его эра пришел. Во я, во его эра, он дал ее, взял по шивхосой, взял по свою рабыню, ле ее обитой, ле ее его дочку, шивхов рабынь. Во я, в Абеке, было утром, ночью было темно, и специально лаван потушил, освящение, чтобы Яков не видел. Он говорит, у нас так, в нашем месте так ведется. Мы, мы скромные люди, у нас так, тушит свет на свадьбу. Вот она, наутро, видите, она, ва ямер, сказал лавану, что ты мне наделал? Ага, в руху, я работал с тобой, в рома ремесоне, а почему ты меня обманул? Ва ямер, сказал лаван, не ведется так в наших местах, выдавать младшую, пьет старшую. Малыш, наполни эту неделю, эту неделю, неделю свадебного пира. Тут мы видим, что пируют с невестой, вместе проводят радостное время неделю. А потом, в нитно уходу, дадим тебе, гамазис, так же это. Ва выйду за работу, ажрата выйди, и мудришь, что ты будешь работать, ничего, что не махерись, еще 7 лет других. То есть, папируешь слева, потом я дам тебе сразу, сразу же, Рахель, и будешь работать у меня 7 лет после свадьбы. Во яз Яковкин, сделал Яков так, ваймал и напомнил, шву язец эту неделю, вайит на ли, дал ему из Роха убитый, Роха его дочку, и еще ему в жены. Вайит на ли, дал ему Роха убитый, Роха его дочку, отбило, шипхосы, било, его служанку, и в рабыне. Во ябе, Гаме, Роха, он пришел так же к Роху, во ябе полюбил, Гаме с Роху, тоже Роху, мил ее, больше, чем я. Во ябе, дыме, работал с ним, и еще, еще, еще не махерись, еще 7 лет других. То есть, 7 следующих лет, он работал, с той же честностью, как 7 первых лет, хотя, его обманул. Скажите, что другой человек бы сделал, после того, как он 7 лет работал? Ему дают, что, что-то другое. Я беседую, и работает, и соглашается на это, работать еще 7 лет. Во ябе, один, и сну, Лия. Бог увидел, что Лия нелюбимая, во ябе, и срахма, раскрыл ее, матку, вырохула, кора, ароху бездетная. Это, у Бога, есть такой путь. Знаете, Бог, кому помогает? Тем, которые, находятся в нехорошем положении, которые страдают. Роху была любимая, а вы нелюбимая. Кому Бог посылает детей? Нелюбимый, это, это путь Бога. Они, обе, садыкот, но это путь Бога. Написано, вае, ким, еваки, шаснирдов, Бог ищет того, кого преследует. Он ему помогает. Ватар, стал беремен, Лия, ватилет, бен, ради насына. Ватик, ватар, ватар, рый, стал еще беремене, ватилет, бен, ради насына. Ватар, Владимир сказал, а та, апам, сейчас, этот раз, мой муж присоединится ко мне. Я родила ему трех сыновей, поэтому, назвала его имя, Леви. Есть мидраж, что наши матери были пророчицами, они знали, что Якова будет двенадцать сыновей, и он женится на четырех женах. Двенадцать поделим на четыре, сколько? Три. Так я, как говорится, свой план выполнил. Мой муж присоединится ко мне, у него не может быть на меня претензий. Ватар, стал еще беременна, ватилет, родила сына. Ватимир сказала, апам, эйдэсады, ной, сейчас я буду благодарить Бога. Ау кем поэтому, корот Шмей Егудо, назвал его имя Егудо. И ватамейд, миледес, она остановилась рожать. Сейчас я буду благодарить Бога. А почему именно сейчас? Благодарить Бога надо за все. Она сказала, сейчас особая благодарность. Это, как говорится, я, как мы уже говорили, она знала, что будет двенадцать сыновей у Якова, и отчетырех жен. Так, сколько получается среднее? Три. А у меня уже четвертый сын. Как говорится, я первой выполнил план, получил больше, чем обычно, подарок от Бога. Я благодарю Богу. Теперь. И благодарить надо за все. Но тут благодарность, особую благодарность за добавку. Особую благодарность. Но говорят, что тут она благодарила. Но молитвы надо благодарить Бога. Но надо и просить Бога на будущее тоже. Она это не сделала. Она это не сделала. И она остановилась. И пока у нее была остановка в рождении детей. Ну, всю главу мы, к сожалению, не успеваем. Хочу рассказать еще интересное, интересный комментарий, который касается вообще ко всей главе. В Торе есть интервалы. Что вы знали? Вот это деление на главы, это какого-то христианского монаха. К Торе это не имеет никакого отношения. Иногда эти остановки, разделения совершенно не к месту и не к делу. Но в Торе есть разделение, интервалы, которые называются птуха и стума. Там есть интервалы пустые в Торе, определенные формы. Одна форма это когда птуха, другая когда стума. Любопытно, вся глава воейцей идет вообще без одного интервала. 148 предложений без одного интервала. И это необычно. Есть только еще второе такое место глава Миккейтс. Через несколько глав там пойдут 146 предложений без интервала. А кроме этого всегда через 10, 15, 30, 40, 50 предложений есть интервал. Почему? Я помню, Рабхайм Шмулев говорил об этом так. Раша в начале книги Вагикро приводит объяснение. А для чего вообще нужны интервалы? Для чего? Чтобы Моше при изучении Торы и также чтобы он мог проучить и усвоить каждый кусочек отдельно. Маленький кусочек усваивается и понимается лучше. Чтобы продумать каждый кусочек сам по себе. и Раша там приводит, что тем более обычный человек немейший, который учит у обычного учителя, не у Бога, тем более должен взять себе учить по кусочкам, чтобы усвоить хорошо и глубоко. Для этого даны интервалы. Даграбхаймич Леви объяснял так. Тут Тора изначально хотела, чтобы мы, только изучая Тору, посмотрели на всю главу, как на один кусок, не на кусочки. А почему? Когда смотришь, когда посмотришь на нашу главу по кусочкам, будет выглядеть довольно грустно. Почему? Вот давайте рассмотрим кусочки. Яков идет, и он идет без гроша в кармане. Приходит дом к Лавану, у которого деньги занимают место. Договаривается с Лаваном, буду работать 7 лет за твою дочку, младшую дочку Рахель. А Лаван его обманывает. Приятно или нет? Дальше после этого еще события. Затем он работает у Лавана, Лаван с ним договаривает и много раз обманывает. Неприятно. Затем Яков чувствует, что он должен убежать. На него смотрят Лаван кривыми глазами. Основья Лавана говорят открытым текстом. Яков забрал все, что нашел папу. Ну, это, по-видимому, это относится к тому, что мы уже говорили, что это все относится в миниатюре, то, что произойдет с еврейским народом. Вы слышали когда-то, Яков забрал все, что у нашего папы, и от нашего добра он сколотил все свое имущество. Где-нибудь слышали лето? И Яков чувствует, что он должен убежать. Он убегает. Приятно? Нет? Это если смотреть по кусочкам. А если смотреть на всю картину вместе, она выглядит симпатичной. Правда, Яков пришел гол, как сокол, без копейки, но, слава Богу, он тут женился на четырех женах. В нашей главе у него рождаются 11 сыновей и одна точка. Да и со стороны имущества, когда он уходит из дома Лавана, у него много имущества. После всех обманов у него остается. То есть, если смотреть по кусочкам, выглядит неприятно. А на целую картину выглядит совсем по-другому. И это одна из причин, которые хотели, чтобы мы смотрели как на одну картину. Это как пазль, знаете, когда разряжаешь красивую картину на кусочке пазель. Каждая картина выглядит очень странно, непонятно. А когда смотришь целую картину, красивая картина. Одна из больших причин, почему мы не понимаем все, что Бог ведет к лучшему, есть геморрак. Ком, маду, рахмаду, это все, что Бог делает к лучшему. Одна из основных причин, потому что мы, как правило, видим маленькую часть общей картины. Мы же не знаем ни прошлого, не знаем будущего, не знаем что, почему и с чем. Так когда мы смотрим на часть картины, выглядит непонятно. А если посмотреть более на целую картину, будет совсем видно, совсем по-другому. геморрак нам рассказывает в трактате Брахот интересную историю. Рабакив пришел в какое-то место. Он хотел где-то остановиться на ночлеге. Никто не хотел его принять на ночлеге. Ну, скажите, это красиво и уважаемо, что Рабакив не нашел себе места на ночлеге? Неприятно. Он пошел ночевать в поле. С ним был осел, петух и свечка. Пришел лев и съел осла. Осел это не просто так было. Тогда ехали на ослах. Средство передвижения. пришел лев и съел ослах. Ну, петух его будил утром. Пришла, я не знаю, кто там, дикая кошка съела петуха. Огонь потушил свечку. Рабакива говорит, все, что Бог делает, это кучу. Все, что Бог делает, кучу. На завтра выяснилось, какая-то Бадна пришла в это место, заняла его и взяла людей, жителей в плен. Смотрите, так с самого начала казалось, сколько бед Бог мне посылает. Во-первых, меня никто не принимает на ночлег. Я должен ночевать в поле. Приятно? Нет. Затем новая беда. Пропала. Нет осла. Еще беда. Нет петуха. Еще беда, потушила свечка. Как я мог что-то видеть? А в конце что выяснилось? Выяснилось, что Бог сделал с ним столько добра. Когда ты видишь целую картину, видишь по-другому. Во-первых, добро, чтобы никто не принял на ночлег. Если бы его приняли, он был бы в плену. А если был бы осел, осел бы кричал, его бы заметили. Петух кукарекал. Ну, а свечка, понятно, свечку видят. Видите, сколько добра с ним сделал Бог. Сколько действий, чтобы спасти его от плена, Бог с ним сделал, скажите. во-первых, что его никто не был готов принять на ночлег. Во-вторых, что лев съел осла. В-третьих, что дикая кошка съела петуха. В-третьих, что свечка потушила. Сколько добра Бог со мной сделал. Когда человек видит целую картину, совсем по-другому. Продолжим. Увидела Роха Кюла Йолдова Якова, не родила Якова. Ватканны Роха Бахысо. Роха позавидовалась истеку, что завидовала. Наверное, у нее есть какие-то особые заслуги, которых у меня нет. Ваттим Рохянькев сказал Якову, оба Либония, дай мне сыновей, принимай мессионных. А если нет, я умираю. Ну, отсюда видно, учат, что тот, у кого нет детей, он как умерший. Моихар Афьяков Роха разгорелся нефьякова на Роху. Моим сказал Асахасер Имуных я вместо Бога. Ашамунам имих, который воздержал на тебя, привотан. Плод живота. То есть Якову не понравилось, что это форма, как капризничной, капризной любимой жены. Форма ему не понравилась. С другой стороны, мудрецы нам говорят, что в такой резкой форме он не должен был ей говорить. И Медраж им на это критикует Якова. Медраж говорит, что там был такой формы разговора. Смотри, папа твой молился на твою маму. Он говорит, да, но у папы же не было детей, у меня есть дети. Он говорит, да, а дедушка твой Авраам молился, хотя у него был он молился, что были дети от Сары. Он говорит, ну, моя бабушка Сара, она вела свою соперницу в дом, быть женой. Матыма сказала, вот моя рабыня вела, приходи к ней, веселый да убиркай, и будет рожать на моих коленях. Я тоже буду построен от нее. Тем, что она родит, а я буду заботиться о детях, так я тоже буду иметь детей. Это известно, что есть такие семьи, которых не было детей, и они берут детей на воспитание, и потом у нее хождают еще дети. Как раз на прошлой неделе я был у одного человека, он мне рассказал про его бабушку, что она была уже третьей женой у дедушки, и нормально считалось, что она просто вышла замуж, воспитывать нянчить сирот, которые остались от двух прошлых жен. Так она была четверо детей, и Бог послал ей еще четверо детей, за каждого ребенка ребенка. с оттет она дала ему из било шифхоса, било ее служанку еще в жены, воевы и лео якеб, пришел к ней якеб. Ватар стала беременна, била, ватт летли якеб, бинг, родила якеба, сына. Ватт имя роху, сказала роху, донанья ли им, Бог меня судил, с одной стороны меня судил, что у меня пока нет детей. С другой стороны вегам шома бекели также слышал мой голос, что у меня были дети от моей служанки. Богит не ли бень дал мне сына, это я считаю как он дал мне сына. А у кем поэтому корош моя назвала его имя дон. Ватт стала беременна еще, ватт родила, била, шифхос роху, рабыня роху, бень шен якеб, второго сына якоба. Ватт имя роху, сказала роху. Нафтули эллихим нефталти махейси гам йохил. Слово нафтули несколько переводов. Один из переводов, один из известных мадагдаким первых мнахам переводит как соединилась. Я соединилась с моей сестрой. Как у нее есть дети, так и у меня. А Раша говорит как человек, как сказать, слово есть икиш, упрямый, всталтый, закрученный. То есть человек очень старался, очень хотел. Я очень хотел, чтобы были дети, гам йохил. Я сумела. То есть я очень старался, хотел, чтобы были дети. Матико Шмей назвал его имен нафталик. Матей мер гиа. Матейра гиа. Увидела гиа, киом до милэдас. Она остановилась от рождения. Матика взяла зил по шифросов, зил по ее рабыню. Матитна и садагала яков, якова еще в жены. Матила зил по родила зил по шифросхея. Рабыня гиа, яков, якова бень сына. Любопытно. У всех написано ватар стала беременна и ватила родила. Так обычно и происходит. У зил по написано она родила. Как это? Почему? Раши приводит, что Раван ведь пошел обманывать Якова. И он всучил ему Рею вместо Рахеля. Рея была старше, Рахель младше. Но если он дает младшую, то естественно он должен дать более молодую служанку. Так он дал молодую служанку. Она молоденькая, у нее беременность не была так заметна и поэтому написано родила. Ватим Рея сказала Рея меня дочери, то есть женщины будут меня хвалить. Что будут хвалить? Что я дала моему мужу вторую жену соперницу себе. и Роху дала у нее не было детей. Она хотела любить дети хотя бы от ее служанки. А у меня же есть дети. Так меня будут за это хвалить. Батик Лея вместо Рахель приводится что Рахель с Яковом договорились о каких-то знаках между собой. чтобы Лаван не мог обмануть. В конце концов когда пришел к делу Рохов сказал подумав так что получится моя сестра Лея станет опозоренной что ее вдруг перед Хупой или во время Хупы во время свадьбы заметит сразу Яков что она что это не Рахель. Так она и тихо передала эти знаки чтобы моя сестра не была престижной. Медрошим говорят много об этой великом действии Рахели что она как бы пожертвовала всем своим будущим чтобы сестра не была опозорена. И это было очень великое дело.